Здравствуйте! В информационной студии Екатерина Захарова и коротко о событиях города и края. В пятницу 14 мая состоялся первый в этом году выезд общественных наблюдателей на объекты, которые будут благоустроены в этом году. Народные контролеры посетили Дом 22 по улице Советской, а также общественную территорию Парк Пушкина. Подробности смотрите далее. В этом году Дому 22 по улице Советской уделено особое внимание. Финансирование осуществляется в рамках трех разных программ. Одна из приоритетных – это формирование комфортной городской среды. В рамках нее будет благоустроена дворовая территория, сделаны парковка и освещение. Также в этом году данный дом стал победителем программы под названием «Твой проект». По ней на сумму более чем на 3 миллиона рублей предлагается строительство асфальтированной дороги, ведущей к дому. А на сумму более чем 1 миллион рублей отремонтируют подпорную стену. На данный момент на объекте был выполнен демонтаж старого асфальтобетонного покрытия. На этом работы приостановились. Как уточнил заместитель начальника отдела жизнеобеспечения администрации Евгений Южаков, демонтаж был начат раньше установленного срока. Однако общественные наблюдатели усомнились в полезности такого опережения графика. Ведь сейчас на Советской 22 ремонтные работы не ведутся, а следовательно и закончены раньше не будут. 23 дня у нас по графику, по контракту должны вестись работы, которые могут мешать прохождению людей. На сегодняшний день 23 дня у нас это не лежит, не ведется. Поэтому сегодня об этом говорить повода нет никакого. Вот давайте так, пройдет 23 дня, тогда будем говорить, а почему, а зачем, что произошло, что помешало. Сегодня ничего никому не помешало, ничего, нигде, никакой процесс не тормозит. Все идет в рамках графика. 23 дня, как и сказал. Как по контракту установлено, можете рассуждать, правильно установлено, неправильно установлено. Но установлено так, 23 дня еще не прошло. Евгений Леонидович, в некоторых домах делается еще отмостка, если она правильно называется, здесь присмотрена? В некоторых домах отмостка делается только по инициативе подрядчика. Я имею в виду инициативе в плане безвозмездной помощи. Безвозмездной и неоплачиваемой. Эти моменты у нас имеют место и по другим объектам. Они оговариваются. Хорошо, что по этим моментам подрядчик идет навстречу. И плохо, что люди не идут навстречу. Не хотят в этом участвовать. Не хотят платить деньги. Не хотят софинансировать. И хотят только требовать. А мы законных оснований на это не имеем. Хотя понимаем, что это нужно. Тут даже рассуждать не о чем. Все красиво, отмостка грубое. Но не мы это придумали. Поэтому стараемся находить повод для разговора с подрядчиком, чтобы попросить его безвозмездно сделать такие подарки. Иногда подрядчики не идут на это, иногда не идут. Следующим объектом, который посетили общественные наблюдатели, стал парк Пушкина. Благоустройство которого ведется в несколько этапов и идет уже третий год. Когда парк приобретет свой законченный вид, остается только гадать. Вот это вот останется в той же конфигурации, но приведется в надлежащий вид. Лестница покроется плиткой. Здесь проложится брусчатка. И дальше пойдет забор. Надпись сделается надпись. А там входная группа сделается полностью надпись. С подходами. В три стороны. Центральным подходом и, скажем так, северо-запад, северо-восток. То есть здесь будет еще, да, тротуар? Нет, тротуара здесь не будет. Здесь, я понимаю, что работало здесь много, скажем так, деревьев и так далее. Нет, в рамках этого контракта, тротуара, здесь не будет проходной. Здесь будет забор. В дальнейшем у нас тротуар по проекту здесь предусмотрен дорожки. Вот эти, вот эти, вот эти. Мы потому в этом году, я рассказывал уже, их не включили в контракт, потому что они где-то 26-28 миллионов. И чтобы не разбивать кусочки, мы их решили в этом году не делать. Потому что денег, ну, всем известно, 25 всего. Вот сейчас у нас трехлетнее бюджетирование. Исходя из этих цифр, которые нам довели на ближайшие три года, ну, я бы сказал, мы еще 10 лет будем этот парк делать. Ну, может быть, тогда все-таки стоит поднять вопрос, чтобы одноразово, одномоментно вынести это на общественное обсуждение? Так это, ну, решение комиссии общественной. Ну, пусть спросят, скажут. Мы же докладываем, я всегда докладываю. Столько денег, столько в плане территорий, общественных, столько в плане дворовых. Ничего не скрывается, все доводится до сведений. В этом году была такая же ситуация, когда иногда есть требования, то есть требования, которые тоже не мы устанавливаем. Ну, вот одно из таких требований, это было в 2020 году завершить благоустройство всех общественных территорий, по которым было голосование в 2018 году. Просто так и парк там и был. Да. И он даже победил. Да. Ну, и что, каким образом мы смогли бы исполнить, не имея достаточных средств, даже для минимального комплекса работы. Из-за того, что выделяемые средства администрация направляет на благоустройство сразу нескольких объектов, такую большую и всеми любимую общественную территорию, как парк Пушкина, привести в законченный вид получится нескоро. Такое благоустройство еще может продлиться несколько лет. Однако в некоторых муниципалитетах Приморья уже существует практика, когда все средства и силы направляются на один объект. Это позволяет завершить его в более короткие сроки. Может, и Дальнегорску стоит перенять эту практику. Но рассмотрение таких вопросов идет на суд общественной комиссии, которая то ли не рассматривает такой подход к делу, то ли принимает то, что предлагает администрация. Прокуратура города Дальнегорска планирует в мае выездной прием граждан в селах округа. Попасть на такой прием в селе Сержантово и Рудной пристани граждане смогут в четверг 20 мая. 21 мая выездной прием пройдет в селе Краснореченском и поселке Тайга. За более подробной информацией можно обратиться в прокуратуру Дальнегорского городского округа по телефону 2-75-65. Подачу горячей воды центральная котельная началась 14 мая. С 1 по 28 июля будут проходить плановые работы. Такую информацию предоставил Дальнегорский филиал Принципла Энерго. Также стало известно, что котельная номер 4, которая снабжает горячей водой микрорайоны Горького и Горбуша, будет остановлена с 10 мая по 27 июня. Возобновит работу 28 июня. Котельная микрорайона Горелая не может подавать горячую воду в неотопительного сезона из-за того, что количество потребителей ниже минимальной границы допустимых нагрузок котельных агрегатов. Работа котельных будет прерываться на время плановых гидравлических испытаний теплосетей и ремонта оборудования. С апреля 2021 года вступили в силу новые правила назначения и расчета пособий на детей от 3 до 7 лет. Подробно об изменениях в утверждении основных требований к порядку назначения выплат рассказала заведующая сектора обработки и межведомственного взаимодействия Центра социальной поддержки населения Дальнегорского городского округа Жанна Симаченко. Постановлением правительства Российской Федерации 31 марта 2021 года за номером 489 внесены изменения в порядок назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. С 1 апреля 2021 года при назначении выплаты для детей в возрасте от 3 до 7 лет вводится трехступенчатая система установления максимального размера выплаты. Значит, ежемесячная выплата предоставляется в случае, если размер сентяшевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. В 2021 году размер прожиточного минимума на душу населения в Приморском крае равен 13 963 рубля. Стандартный размер это 50%, как и ранее предоставлялось, на ребенка он получается 50% составляет 7 704 рубля 50 копеек. Далее, значит, если у семьи с учетом 50% не позволяет обеспечить доход семьи до прожиточного минимума, то выплата будет назначена в размере 75%. Если и это увеличенное пособие в размере 75%, которое будет составлять 11 556 рублей 75 копеек, не позволит вывести семью из числа нуждающихся, то родители будут получать выплату в размере 100% и от прожиточного минимума, которое будет составлять 15 409 рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Для подтверждения права на дальнейшее получение ежемесячной выплаты необходимо обратиться с заявлением в течение последнего месяца ее предоставления. Специалист рассказала о важности порядка заполнения заявления и сроках его исполнения. Если гражданин обращается к нам с заявлением, мы рассматриваем это заявление максимальный срок 30 рабочих дней. Так как делаются запросы во все организации, гражданин обращается к нам через госуслуги, заполняет заявление. Очень просим внимательно заполнять это заявление. Если где-то допустили ошибку, по возможности сразу ее исправить. Если вы видите вы имени или отчество неправильно сразу вы внесли, то поправьте, чтобы оно у вас было. Также после заявления есть сведения, которые также просит заполнять, определять, то есть ставить галочку там, где необходимо. Для того, чтобы специалист, производящий назначение, ознакомившись с вашим заявлением, если необходимо будет донести какие-то дополнительные документы, он пришлет вам также на госуслуги уведомление о том, что необходимо донести такие-то документы. Если гражданин допустил ошибку заявлений и по невнимательности где-то там имя неправильное, там отчество указал, дату рождения, то ему также придет уведомление на госуслуги о том, что он должен исправить это заявление и переслать его, отправить также в ведомство его дополнительно. В состав семьи также будут включены дети-студенты, которые ранее не учитывались. В заявлении граждане должны указать о том, что в семье имеются учащиеся дети до 23 лет, а также предоставить справку об их стипензии в МФЦ. При назначении выплат будет проводиться и оценка имущественной обеспеченности семьи. На сегодняшний момент также учитывается имущество, имущественная обеспеченность семьи. Это квартира рассматривается, автотранспорт, мы делаем запрос объекта недвижимого имущества, но это может быть причиной отказа. если в семье наличие более двух, двух и более. Но если семья является многодетной, она также должна указать в заявлении, что, например, им выдавалась квартира по программе как многодетная семья, или у них имеется земля, также как многодетная семья. Чтобы это не стало причиной отказа, то есть рассматривая, мы сделали запрос, нам пришел ответ, что семья имеет два жилья, но если это многодетная семья, то это будет учитываться, то есть они должны это указать в заявлении. Также новыми правилами предусмотрены и обязательные условия предоставления доходов для трудоспособных членов семьи. Доходы учитываются трудоспособных членов семьи, это предшествующие четырем месяцам месяца обращения. То есть если гражданин обращается к нам в июне месяце, мы отступаем четыре месяца и берем доход за период двенадцати месяцев. Причиной отказа может быть также, если трудоспособные члены семьи не осуществляли доход. Мы делаем запрос в центр занятости, в налоговую инспекцию, если не предходит подтверждение, значит будет отказ. Но существуют уважительные причины, по которым гражданин не имеет дохода. Это, например, мамочка находится по уходу за ребенком до трех лет, потом это обучение по очной форме, по очной форме, если ребенок учится, но не получает, например, стипендию, длительность лечения свыше трех месяцев, прохождение военной службы, это все является уважительными причинами. Для того, чтобы мы учли эту уважительную причину, также напоминаю о том, что необходимо, правильно и в полном объеме заполнить заявление, которое предоставляется на госуслугах. Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Наталья Цыкунова рассказала об изменениях в работе поликлиники, которые уже смогли заметить многие ее посетители. Так, регистратура переезжает в холл медицинского учреждения. Переезд связан с ремонтом помещения, которое ранее занимала регистратура. На сегодняшний момент у нас переселение получается великой регистратуры в холл, потому что на базе имеющейся регистратуры у нас будет ремонт, перепланировка, переделывание всего, что там есть возможного или невозможного. Мы готовимся к открытию так называемой открытой регистратуры. И регистратура в таком виде, как у нас она была раньше, ее теперь не будет. Пациенты будут общаться напрямую с регистраторами, амбулаторных карт, как таких в руках держать уже пациенты не будут, будет заводиться электронная амбулаторная карта. Попасть к доктору можно будет через запись, через госуслуги, через госуслуги, через сайт, и при личном посещении регистратуры предварительно на любой день в течение 14 дней. Это к узким специалистам. Подойти записаться к узкому специалисту можно будет не обязательно в 8 часов утра и в 5 часов утра занимать очередь. Это можно будет сделать и в 11, и в 12, и в 4 часа дня. к терапевтам у нас запись будет на неделю вперед оформляться, к узким специалистам на 2 недели. Предполагаются еще такие изменения, как электронная очередь на амбулаторные исследования, на ФГДС, на ОЗИ, на биохимический анализ крови. Все это у нас в плане. Для этого у нас будут монтироваться, демонтироваться какие-то стены, двери, проводиться проводка. То есть в этом году у нас будет проходить ремонт глобальный. Кто делал дома у себя ремонт, они прекрасно знают, что чтобы сделать, нужно все комнаты освободить, вынести в одну. Все это получается громоздко, неудобно, но мы себя успокаиваем, что это временная ситуация. Надеюсь, что к осени мы эту процедуру все закончим, и у нас будет красивая, удобная регистратура с приветливыми регистраторами, мягкой мебелью, электронной амбулаторной картой. И я надеюсь, что жители Дальнегорского городского округа это оценят. чтобы мы могли всех посетителей наших пациентов не скапливать в одной очереди. Это все будет у нас разводиться потоки и через информаты. Администратор будет находиться у нас, который будет помогать нашим пациентам, куда идти и в какие двери стучаться. Но для того, чтобы это все было, нам сейчас надо просто потерпеть, переждать этот хаос ремонта. 13 мая в музейно-выставочном центре состоялось открытие персональной выставки картин «Маньчжурский поцелуй» художника Татьяны Ангелис. На экспозиции представлены уникальные работы, созданные ею за последние 10 лет и написанные с применением разных техник живописи. Подробнее в сюжете. Уважаемый автор этой замечательной выставки, которая носит символическое название «Маньчжурский поцелуй» Татьяна Ангелис. Мы сегодня открываем выставку, которую она привезла к нам из Владивостока, которую она создавала своими руками, которую она организовывала практически сама. И мы сегодня окунемся именно в тот мир, о котором она уже немного говорила. Именно мир древности, мир Маньчжурии, Бахая, Азии, соединения Азии, соединения Востока, России. Это все символично. И символично именно то, что именно на нашей приморской земле появились эти картины, которые отображают вот это единение, вот эту близость разных культур, и которые со всех сторон воспевают эту культуру. Через искусство Татьяна Ангелис показывает, как она видит этот мир. Каждое изображение, представленное на выставке, имеет определенный смысл. При написании картин использовались различные техники рисования маслом, такие как лисировка и пуантельная, когда наносятся мазки какой-либо формы и размера, от точки до простой формы. Можно заметить, что при изображении природы художник использует и пастозную технику живописи. Она заключается в нанесении краски очень плотными и густыми мазками, которые хорошо видны на поверхности работы и создают очевидный фактурный эффект. Поскольку уже известно, пишу всю жизнь, прошла путь от художественных всех школ, художественного училища до становления. И может быть особенность творческого пути в том, что именно пошли вот эти поездки, какие-то безумные, сумасшедшие выезды дикарем по Азии с рюкзаком, поездами. И это немножечко в путешествиях всегда меняется точка зрения. Ты по-другому смотришь на какие-то вещи, да, и подмечаешь какие-то, ну, обычные моменты, которые тебя действительно и умиляют, и восторгают. Вот то, как я говорила, что мне больше всего понравились люди, с которыми мы общались, да, те же тибетцы, они приезжали к нам, к нашей палатке, смотрели, все ли у нас хорошо, согрет ли у нас чай и помогали. Еще к 20 годам автор картины отправилась в свое первое путешествие. Начала с России, а потом влюбилась в Азию и Дальний Восток. Тибет дарил истории и мотивы, а горный Алтай рассказывал свои сказки у костра. Потом Китай, Монголия, Непала, Камбоджа. Ее картины ведут за собой в степи, в горы и юрты. Рассказывают о паломниках, путниках и их верных друзьях-яках, а также о том, как русский купец полюбил Манчжурию. Вот здесь вот маленький секретик. Я хотела сделать где-то там водопад в горах. Я думаю, не буду закрывать цветом вот этот момент. Оставлю чистый грунт, чистый холст. И как-то оно потом раз-раз-раз, оно само так сложилось, как будто бы вот здесь женский профиль, носик, губочки, подбородочек. И мужской профиль в высоком головном уборе, как у кого-то, у египтян были такие какие-то штучки большие. И вот тоже носик, губы, подбородочек. И оно так само вышло, что действительно духи гор в поцелуи. Любой духа в гор. Хотя задумывалось, вот два путника, они вот тенечки преклонились у гор, попить водички, вот этих вот снежных белых фиков. Это, наверное, одна из первых работ, с которых вот все и началось. Работа писалась огромной любовью в 2018 году. И я понимала, что она, ну, очень символичная, но я не понимала, для чего она и куда. Потом, когда стала складываться эта выставка, стало ясно, что жилу надо Дальнегорск. Это, вот, пусть эта жила не истощается, пусть город растет, пусть все равно город, ну, продолжает продвигаться, пусть вот это вот богатство, эта мощь, пусть оно будет. Вот, пусть оно будет с вами. Спасибо большое. Спасибо и вам. В Приморском крае полиция пресекла незаконную деятельность в нарколаборатории по производству синтетических наркотиков. В ходе обыска полицейские изъяли более полутора килограмм синтетических наркотиков, 15 тысяч разовых доз, а также реактивы и лабораторное оборудование для производства запрещенных веществ. Подробнее в материале наших коллег из пресс-службы МВД России по Приморскому краю. 15 тысяч разовых доз синтетических наркотиков благодаря сотрудникам полиции не дошли до потребителей в Приморском крае. Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Уссурийску пресечена незаконная деятельность двух ранее судимых местных жителей в возрасте 24 и 34 лет, причастных к производству и сбыту наркотических средств синтетической группы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задокументировали факт сбыта наркотического средства синтетического ряда за денежное вознаграждение один из подозреваемых передал легендированному покупателю смесь, содержащую N-метилэфедрон. Ранее в декабре 2020 года при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии была проведена спецоперация по задержанию подозреваемых. По месту жительства одного из них в постройке на территории частного подворья на улице Коршунова полицейские обнаружили подпольную лабораторию свыше трех килограмм различных химических веществ, реактивы, лабораторное оборудование для изготовления наркотиков синтетической группы и упаковочный материал. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота порошкообразное вещество, которое, согласно заключению эксперта, является наркотическим средством, производным N-метилэфедроном массой более полутора килограммов. Кроме того, изъяты мобильные телефоны и банковские карты подозреваемых. Следственным подразделениям отдела МВД России по городу Уссуиску в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных частью 3 статьи 228. Это незаконное хранение, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в особо крупном размере. А также пунктом Г, части 4, статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации это незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Один из фигурантов заключен под стражу. Его подельник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Им могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Предварительное расследование уголовных дел продолжается. Если говорить коротко, это все значимые события дня. До свидания. Спасибо, что вы с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова